Друзья, всем привет! Сегодня 17 мая. Меня зовут Наталья. Рада приветствовать на канале Дачный рай. Продолжаю показывать свои клумбы, так как не все еще показала. Здесь вот эта часть, это за домом получается. Здесь такая площадка. Это у меня новая, которую я сделала в прошлом году. Закрыла все застилочным материалом и начала потихоньку высаживать растения. Сейчас я ее уже показывать не буду. Покажу другие клумбочки. А это оставлю уже на потом. Она у меня еще здесь будет пополняться, конечно же. Здесь у меня сидят хвойные в перемешку с гортензиями. Ну и низкорослые, также многолетники здесь высажены. Вот это вот такая вот небольшая клумбочка вдоль перегородки. Здесь у меня перегородка, здесь у меня выгульник собак. Здесь такой вот навес, площадка, где у меня изначально находятся саженцы. А потом уже я их переношу на улицу. Вот эту теневку я сегодня расправила. Хочу уже выносить из теплицы крупнолистные гортензии и ставить их сюда на площадку. Буду накрывать в холодные ночи, а на день буду все открывать. Вот, друзья, перед вами клумбочка вот такая небольшая. На ней сидит яблоня. Сорт, по-моему, Уэлси, насколько я помню. Здесь по краешку сидит ирис сибирский синего цвета. Вот так он разрастается вот такими вот большими кучками. И, конечно, чтобы его выкопать, надо приложить очень много усилий. Там очень достаточно серьезный корень. В прошлом году высадила сюда гортензию. Вот такая вот, кажется, что малышка, потому что коротко, естественно, все обстригла. Это сорт Lime Light. Здесь вот я не помню, как называется это растение. Это многолетнее растение. Такие у него цветочки оранжевые. Вот кусочек лилий на заднем плане. Это лилии тигровые. Вот такая вот площадка. Они очень быстро разрастаются, лилии, потому что сеются самосевом. То есть там семена такие вот, шарики черные. В итоге они опадают. И, конечно, она очень быстро разрастается. Здесь еще несколько сортов лилий. Точнее, три. То есть здесь повыше сорта. Здесь такая более низкая. Видите, низкая. Так, сорт. Сейчас скажу, какой это Forever Susan. Оранжево-бордовая краска у нее. Посмотрите, как она сильно разрослась. Вот этот сорт, конечно, менее активна. Так. Минорка. Это такой вот оранжево-красивый. Даже не оранжево, он персиковый. Очень красивый сорт. Так, и этот сорт. Longwood. Вот три сорта. Три сортовых лилии. Немножко вербеника точечного. Вот. Яблоню хочу показать. Смотрите. Сделала этой весной ей кардинальную обрезку. Постаралась вывести все побеги на горизонталь. Верхушку тоже прищипнула. Вот. И вот так вот она вся на цвету. В этом году яблони очень поздно просыпаются. Возможно, по причине, естественно, и плохой погоды. Ну, и это и к лучшему, да, что нет такого подмерзания. И в углу сидит пиончик. Сорт не знаю. Это со мной делилась знакомая. Такой малиновый у него окрас. Здесь теплица вся накрыта изнутри. Там у меня крупнолистные гортензии. Хочу вам показать вот эту клумбу. Эта клумба такая вот. Она двухсторонняя. То есть дорожка идет с одной стороны и с другой. Поэтому какие растения здесь высажены. По центру высажены все, что более высокое. А по краям все, что более такое низкорослое. Те же самые здесь у меня сидят лилии тигровые. Никуда от них не деться. Они у меня везде. Здесь пятачок, здесь пятачок. Они здесь сидели. Но здесь я их убрала и высадила сюда гортензию. Вот, к сожалению, вот эта гортензия у меня здесь, скорее всего, не проснется. Вот, по какой-то причине. Это сорт... Так, это Magical Sweet Summer. У меня, конечно, есть в контейнерах еще. Если не проснется, я заменю. Хоста. Вот это вот огромная хоста просто. Не очень ей здесь, конечно, комфортно. Потому что здесь солнце после обеда получается. А это голубая хоста. Голубой сорт. Они не любят под прямыми солнечными лучами сидеть, потому что начинает подгорать. Bracingham Blue. 60 сантиметров. Огромная. Ну, видите, да? Какие у нее... Вот здесь вот побеги огромные. Она очень большие листья выпускает. Очень красивая сортовая хоста. Эту хосту я не помню. Но посмотрите, насколько она разрастается. Обычная зеленая. У нее такой вытянутый листик узенький. Тоже очень симпатичная. Так, здесь у меня сидела стильба. Но тоже не место ей здесь было. Скорее всего, ушла в небытие. Очередная хоста тоже голубая. Возможно, здесь не надо было такие голубые сорта высаживать. Но потом уже, если что, куда-нибудь их пересажу. Вот это декоративная трава. Вспомнить бы название. У нее такие вот идут волосики по листовой пластине. Смотрите, как красиво. Многолетняя. Беспроблемно у нас зимует. И есть, кстати, у меня ее саженцы. Название забыла совсем. Вот, друзья, здесь у меня сидит спирея. В прошлом году я ее сюда высадила. Это спирея вангута. Вот очередной большой кустарник взрослый. Который, видите, не просыпается и не проснется. Зимовка эта для вангуты какая-то была прям катастрофическая. Внизу вот здесь вот есть рост. А здесь как будто все высохло. Высохло, скорее всего, не высохло, а вымерзло. Вот, поэтому придется обрезать до живого места. Немножко отчитки у меня здесь. Можжевельник горизонтальный. Это блю-чип. Шикарный можжевельник. Вот такой он уже площадь занимает на клумбе. На заднем плане здесь гортензия. Гортензия киушу просыпается. Вот такие дуги я ставлю, укрываю, когда ночные холодные температуры. Укрывным материалом. Лилии, повторюсь, у меня везде, как вы видите, да? Здесь на переднем плане отчиток. Здесь овсяница. И вот здесь, в этом месте, еще одна гортензия, также высаженная в прошлом году, и которая не хочет просыпаться. Что-то ей здесь не понравилось. Я думаю, что она не проснется. Сорт Бобо. Придется также высаживать повторно. Можжевельник. Можжевельник чешуйчатый. В этом году можжевельники свои не укрывала абсолютно ни сеткой, ни укрывным материалом. И такое ощущение, что за зиму он стал еще больше. То есть у меня он сидел, ну, раза в полтора меньше. После зимы он стал, вот сейчас он в диаметре метр. В диаметре метр. А так был гораздо меньше. За ним лилии, опять же. На том, на заднем плане также лилии. Вот это вот у меня на опоре, это сидит жимолась каприфоль. К сожалению, эту зиму будем смотреть, как она. Не укрываю ничем ее абсолютно. Вот вижу только единственный побег живой. Скорее всего, тоже подмерзла. Придется все эти побеги удалять. Ну, подожду еще, посмотрю, что с ней будет дальше. Здесь у меня низкорослые лилии белые, белого цвета, очень красивые. Пятачок, это тоже надо будет мне чем-нибудь занять. Тут были посадки. Сидела здесь ястрочка многолетняя, но что-то ей тут тоже не понравилось. Вот, и здесь у меня сидел еще седум видный, тоже не понравилось. Здесь тоже он, как будто он здесь вымокает весной, потому что здесь такое более низкое место. Вот отсюда вода как по склону сюда вот как будто бы уходит. То есть клумбу надо было, конечно, изначально еще поднимать повыше, но вот так. И посмотрите, перед вами красотка. Красотка это спирея серая. Она на цвету сейчас. Сейчас отойду в сторонку. Посмотрите, какая шикарная. Обожаю ее. Это весенне цветущая спирея. Обрезку делаем после цветения. Весной мы ее не трогаем. Немножко она перекрыла, конечно, тую. Здесь у меня туя, yellow ribbon сидит. Вот, получается, что она оказалась за спиреей. А, конечно, ей, так как она желтую окраску имеет, требуется больше солнца. Ну, посмотрим. В дальнейшем, может быть, куда-нибудь ее пересажу. Так, здесь вот почва покровники. Очень интересный. Цветет розовым цветом. Это гипсофила. Выращивала ее из семян. Без проблем она выращивается. Многолетняя. Так, здесь у меня опять очередные лилии. Немножко, господи, все у меня уже в голове, друзья. Ну, вы поняли, да, какое это растение. Овсяница. Здесь у меня кустик сидит. Смотрите, какой набитый. И второй кустик. Между ними это и берез, насколько я помню. Тоже почва покровник. Тоже выращивала из семян. Здесь у меня лилия затесалась. Так, вот это перед вами дерен. Дерен сибирика. Подморозила его, скажем так, подморозила. И заморозила прямо вот. И уже и тля успела. Здесь появится нужна обработка. Очень любят тля. Дерины. Особенно, когда они нацветут. Смотрите, соцветия полностью сухие. То есть, прихватила его. Вот, а обрезка у меня, конечно, была короткая. Надеюсь, что он восстановится. Вот так он сейчас выглядит только. Листик показал. И у нас вот такие вот заморозки. Так, что еще тут на переднем плане? Сюда я в прошлом году высадила тулечку. Желтую. Это туя западная. Мирьям. Вот такое название. Хорошо все туи в открытом грунте перезимовали. Рядом лилия. Тоже надо будет сделать пересадку. Немножко либо удалить, либо вообще пересадить на другое место. И еще один очередной почвопокровник. Это мыльнянка. Ну, неважно, какое название. Очень красиво цветет. Я ее тут немножко сократила, потому что она у меня прямо сильно-сильно расползлась. Очень хорошо наращивает массу. Зимует без укрытия. Так, это калерия. Декоративная трава. Тоже очень симпатичная. Имеет такую вот сизую окраску. Выпускает очень такие высокие вот у нее колосья, которые имеют такую коричневую окраску. Она сама голубая. Очень интересно смотрится. Так, друзья, на этой стороне здесь малышка сидит. Гортензия. Так, сейчас скажу название. Граффити. Это граффити. Просыпается. Здесь у меня пиончик. Пионы хорошо перенесли морозы. Сорт Red Sara Bernard. На бутончиках стоит. В прошлом году не давала цвести. В этом году уже дают цвести. Вот, друзья, перед вами сосна. Так как я завожу много опада, хвойного, даже не опада, а лапник собираю в лесу, который опал. Вот. И вот шишек. Такие вот экземпляры вырастают. Конечно же, ее надо будет отсюда выкопать и пересадить. Хочу попробовать сформировать из сосны Неваки. У меня еще одна сосна в другом месте. Такого же роста примерно выросла. Вот. То есть семечка. Ну, на этой стороне здесь у меня гвоздички сидели. Турецкие. Вот что осталось. Они такие, знаете, вот. Вот они, гвоздики повсюду. Вот здесь вот. То есть они меняют место дислокации, потому что они уже самосевом такие размножаются. Я их уже не трогаю. Еще одна калерия. Так, что на этой стороне? На этой стороне у меня еще сидят две хосточки. Ну, как бы в такой тени. И остильба. Остильбу тоже прихватила. Но пошли уже вот новые побеги из грунта. Вот. А эти, конечно же, вот так вот прихватила мороза. Вот это очень красивая хоста. Но, конечно, не получается у меня шикарную из нее выгнать. Это white. Господи. Какая-то white. Или просто white. Ну, белая, видите, хоста. Она распускается белым, а потом уже к середине лета уже меняет окраску на зеленую. Очень интересная хоста. Здесь просыпается хоста. Это малышка. Куда-то, друзья, у меня в Сибирке. Ну, вот которая маус. Мышиные ушки. Или как-то она переводится. Очень маленький листик имеет. Вот просыпается. Очередные лилии. Вот это шикарный, конечно, здесь кустарник. Здесь всегда очень богатое цветение. Ну, опять, немножко турецкой. Здесь по краю пошли уже чередование хост. Хосточки просыпаются с лилиями. Здесь у меня тоже, здесь три сорта сидит лилий. Здесь другие лилии сидят. И опять хосточки. То есть, хосты высаживала здесь на переднем плане низкие. Ну, и когда лилии здесь уже вырастают, они их притеняют хорошо. Вот, друзья, такая клумбочка. И вот эти вот клумбы, которые уже новые в прошлом году появились. Все под застилочным материалом. Очень удобно, потому что у меня здесь площадка просто была с одуванчиками. Год вот такой материал здесь полежал. Ни одного одуванчика в итоге под этим материалом не стало. Очень удобно. Единственное, буду его закреплять уже шпильками. Видите, пока что нашла, тем и прижала, чтобы не раздувал. Но эту площадку уже покажу попозже, когда более хороший вид приведу, друзья. Вот на этом все. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайк, если было интересно. Всем пока-пока.